Так, край мы будем обрабатывать московским швом. Значит, вот у меня край, он полукруглый, и сейчас я его заверну примерно на полсантиметра и буду прошивать здесь по краю примерно 1-2 миллиметра от края. Вот это я буду делать вот этой лапкой. Это верночная лапка и у нее есть ограничитель. Закрепку делать не нужно. Заворачиваем на полсантиметра нашу ткань. Можно заутюжить, но у меня укладывается она, потому что у меня тут почти по косой. Вот у меня что получилось. Вот так. И теперь вот это мы будем срезать под самые ниточки, но не прорезать, чтобы их аккуратненько. Вот таким вот образом подрезаем весь этот наш шовчик. Смотрите, чтобы вот так вот получилось. Вот такая красота должна получиться. Срезаем везде. Так, вот что у нас получилось. Теперь мы загибаем этот шовчик и будем строчить вот по этому шву, то есть в шов. Можно использовать эту же лапку, но ее нужно немножко, вернее не лапку, а саму иглу немножко настроить, чтобы она попадала в шов. Изначально вот ее подложить и подвигать. Я думаю, что наверно маленько мне надо ее подвинуть. Вот так что ли. Вот. И теперь ее вот так вот сдвигаем как бы до предела и начинаем шить. Нужно вот так немножко за ниточки потянуть, чтобы она не стояла на месте. Желательно, чтобы шов в шов попадал. Но если не будет где-то попадать, это не критично. Это изнаночная сторона. Просто хочется, чтобы она так. Так, у меня практически попадает шов в шов. Сейчас покажу, как это у меня получилось. Вот что получилось. Это изнанка. Как вы поняли, да? Как-то, чтобы получше было видно. Вот так. А это лицевая сторона. Такой вот шов московский. Можно вот краешек обработать на тонких тканях, на каких-то деликатных. Но я решила вам показать на хлопке. Все это сейчас приутюжим и все. Вот такой вот шов.